Смотрите, уйтиный пруд. И там и правда есть уточки. Вон они там, правда, убежали от меня, но... Ладно, фигня, в общем. Базар не об уточках. Короче, селфи, да, сделал селфи, да, такую. Побольше таких. Мне не понравились, правда, я одна сначала. А потом приду снизу, короче, делать, камеру держать низко, чтобы я как будто бы как на говно на всех смотрю, да, свысока, да. Как на говно даже, даже, внимание, даже голову не поворачиваю в вашу сторону. Как на говно смотрю. Вот, а я решил такое сделать, да. Ну а что, селфи, да, некоторые жалуются, а вот что, типа, сам себя фоткаешь, как дурак. Нет, саму себя и надо уметь и фоткать, и всё прочее. Потому что, как бы, да, это да. И стричься надо уметь, а самому постричь полностью, от начала до конца. То есть взять машинку, это тысяча... Восемнадцатом году это каждый должен уметь. Или бритву, да, и побрить на уши себе хотя бы, если не сможешь подровняться, да. Или просто под горшок так закатить, ножицами отрезать длину патолка. А в итоге просто потом всё остальное побрить, да, и затылать до линии ушей. Это вообще топовая прическа тогда получается. Вот. Массанты мне очень понравились. Это вообще... А парикмахеры обманывают народ, вот. Я поэтому к ним давно, как бы, без них отказаться. Я давно, пять лет назад запланировал без них обходиться. Пуштыхание, бокс, полубокс, больше, побольше оставить. Всё равно, это самое, прическу молодёжную сделают. То есть, да, будет ток-чёлк торчать два сантиметра. А всё остальное побрить на волосы всё равно. Их результат. Хоть бокс, хоть полубокс, вот чего. Хоть крешмары заказывай, хоть. Чёрт знает что у них. Они все одинаковые. А хипстерские ваши цирюзни. Новомодные, которые только появились вчера. Это вообще анекдота. Они всем андеркат делают, и всё. Даже если у тебя рожа, как восьмиугольник, тебе всё равно андеркат сделают. Но это анекдот, это как под одну гребёнку, да? Неинтересно. Сами учитесь. У кого руки прямее, тот и понятно. Будет понятен ваш профессионализм. Насколько вы круты, а не настолько парикмахер вас ободрал. Вот, всё равно андеркат вам сделает. Или полубокс местного бокса. Такая херня получится. Всё равно вам идти не будет, нифига. Они просто по шаблону фигачат все. Что старое, что новое. Ничего не изменилось. В этих парикмахерских никогда и никогда не изменится в жизни. Так и останется бокс-полубокс местного андерката. На утиный пруд что-то видно хлоркой как-то залило. Видите, какой-то свет. Всё равно там и рыб плавает, и уточки крякают. У них, наверное, все лапы скукожатся потом от такой воды. Она или в мыле, или в хлорке, или ещё в стиральном пирожке. Вот. Остальные по 300, есть по 600. Я офигеваю, да? То есть масло. Оно раньше было вообще 20 рублей. Оно сейчас где-то есть 20 рублей. Надо в Москву ехать за ним. А в городе единственный магазин, и он спекулирует. Поскольку он единственный, и он поэтому это масло втридорого, да? Ну, можешь, конечно, мотором сматывать, да, в этой купить. В магазине автомобиль и цены, да? Купить. Ну, там такой объём, там просто канистры 5-литровые этого масла, потому что автомобиль немерено надо. Да, и оно, наверное, не такое чуть-чуть. Но, уверен, оно сах годится, да? Годится, в общем-то, автомобильное масло. Но дело в том, что такой опни не нужен. 5 лет, 5 литров, это мне на несколько жизней и внукам ещё хватит, да? Ещё внуки. И, может быть, даже правнуки будут пользоваться, получается, если автомобиль себе не купят. Я такое не подписываюсь, в общем, на автомобиль, да? И это не для меня. И цена тоже, да, 1200 надо отдать. Это чуть дешевле, чем тут по весу, да, по удельному вот этому объёму. Но всё-таки не для велика оно. Вот, что скажу. Ладно, в общем, good night. Ветер задувает, не знаю, может, ничего не запишется. Я тут вякаю, тут много. Всё, там, тушить свет, в общем. Тушить свет, поеду домой, наверное. Или ещё покатаю, ещё кружочек тут вокруг пруда. Вокруг вот этого болота всего. Который тут вот этот пруд, да, там огромное болото такое. В пол леса, да, пойду покатаю ещё разок. В общем, да. Уж базарить не о чем теперь, да. Я рассказал там по охотырении сегодня. Выложу в разные дни, как всегда, да. Один день записи, и потом ты полмесяца это самое, да, монтажируешь. А выкладываешь, ты вообще как балды, как тебе взбредёт в голову. Взбредёт, выкладываешь, не взбредёшь, не выкладываешь, на полгода задержишь видос. Как-то он в последнее время так происходит. Вот, ладно. А да, ещё новость про озон. Озон кончился пока. Я стал записывать и дропнул, что есть файл. Больше диска там, место заняло. Мой МПК-4 концовка не записалась и недоступна для чтения. В общем, пока, да, озона пока не записал никакого, озона пока временно не будет, поскольку он ничего просто не делает. Ничего интересного в мире не происходит всё одно и то же. Он великий головооторватель, конечно. Но я не спорю, он может, конечно, голово оторвать, но он же после этого же тядет. А сидеть он хочет, поэтому он всем голово оторвёт, но не отрывает. Только оторвёт. Вот так вот, оторвёт. И тебе тоже оторвёт. Ты что, шучу, ты мне оторвёт? И вот той уточкой оторвёт. Всем и вот тому, даже вот тем вот кустиком, этим вот камышам, камышам оторвёт голову тоже. А что, нет? Вот бы на огород озона, чтобы он так в сорняке оторвал. Вот цены бы ему не было. Спасибо. Спасибо.